И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames И это гайд по симулятору вселенной Space Engine Много вопросов в комментариях мне задают Что требуется для того, чтобы поиграть в этом симуляторе Какие нужны компоненты для ПК Что обозначает различные настройки в главном меню в самом симуляторе И попробую немного объяснить для тех, у кого симулятор вдруг с того не с сего Перестал работать, перестал запускаться, либо еще какие-то проблемы Ну самое первое, с чего, наверное, нужно начать Что такое Space Engine? Space Engine это реалистичный, виртуальный симулятор вселенной Где мы можем путешествовать от звезды к звезде От галактики к галактике приземляться на любые планеты, луна или астероиды Изучать инопланетные пейзажи, менять скорость течения времени и наблюдать небесные явления Все переходы полностью бесшовны Вселенная размером в миллиарды световых лет содержит триллионы галактик, наполненных планетными системами Процедурная генерация симулятора основана на реальных научных знаниях Поэтому Space Engine изображает Вселенную такой, какой она является по современным представлениям Для посещения доступны также реальные объекты, планеты и луны Солнечной системы Тысячи ближайших звезд с недавно открытыми экзопланетами и тысячами известных галактик Итак, давайте рассмотрим, что нужно для того, чтобы насладиться симулятором Space Engine Начнем с операционной системы Операционная система от Windows 7 до Windows 10 Скажу так, что операционная система никоим образом не влияет на симулятор Потому что когда у меня стоял Windows 7, у меня Space Engine также работал стабильно Так что самый главный упор здесь в ваше железо Давайте начнем с минимальных системных требований Для симулятора требуется 64-разрядный процессор и операционная система Скажу так, что я многих людей знаю, у которых до сих пор 32-разрядный процессор Так что если у тебя такой процессор, то избавься от него, выкинь его в помойку Это что касается как для минимальных, я тебе скажу, и для рекомендуемых системных требований По процессорам, я думаю, долго перебирать не буду Я тебе покажу лишь несколько Ну а от этого ты можешь уже в принципе сам скакать Сейчас я покажу тебе свой старый процессор, на котором я играл на низких настройках А теперь мой новый процессор Оперативная память для минимальных системных требований составляет 4 гигабайта Место на жестком диске Симулятор занимает не очень много, 4 гигабайта Ну это если не считая каких-то модов для игры, то там может быть и место на диске займет до 50 гигабайт Далее пройдемся по видеокарте Скажу так, что видеокарта и сам процессор очень влияют на загруженность симулятора Space Engine Так что с карточкой, наверное, ниже GeForce GTX 950 Либо моей старой GTX 750 ETI Либо родоновской HD 8760 Тебе даже здесь на минималках делать нечего Самое главное, объем памяти видеокарты, повторюсь Требуется минимально 2 гигабайта для того, чтобы играть на низких настройках Теперь пробежимся по рекомендуемым системным требованиям Как я и говорил ранее, требуется 64-разрядный процессор Intel Core i5-4430 AMD FX 8350 Либо можешь плясать от моего процессора AMD Ryzen 5 1400 320 Гц Оперативная память 8 гигабайт Но если ты обладаешь двумя плашками и у тебя 16 гигабайт То тогда вообще не парься Объем памяти видеокарты Для запуска программы со всеми включенными функциями и хорошими настройками требуется 4 гигабайта Nvidia'ские карточки Начиная от 500-го модельного ряда, заканчивая 20-й серией На данный момент у меня установлена карточка 10-й серии GTX 1050 Ti И мне, в принципе, этого пока достаточно В 4 В видеопамятью 4 гигабайта Видеокарты GTX 560, 560 Ti Ну, конечно, самыми, наверное, будут лучшими GTX 770 GTX 970 Не говоря уже про 5-6 гиговые 1060 Или заканчивая RTX 2060-2070 Если, конечно, ты имеешь видеокарту и систему круче того, что я перечислил и мог перечислить То просто промотая дальше Радуоновские видеокарты Начиная от модельной серии 4000, заканчивая серией Vega Но, опять же, повторюсь Именно видеопамятью в 4 гигабайта R9-285 R9-295X2 400-го модельного ряда RX 480 Заканчивая, наверное, на мой взгляд Самый крутой это Radeon 7 Кажу так, что даже на карточках Radeon 2-гиговых На HD 4850 Заканчивая HD 7790 В принципе, на средних качествах игры Ты сможешь поиграть и насладиться Различными видами В симуляторе Space Engine Если вам будет очень интересно узнать А пойдет ли у меня на такой карте Пойдет ли на такой карте Я в дальнейшем в группе ВКонтакте Скину вам все рекомендуемые И минимальные системные требования По всем видеокартам Я бы мог, конечно, оставить множество ссылок На сайты, где вы могли бы проверить Свою конфигурацию вашего ПК Для данного симулятора Но по новым законам Ютуба Я не могу оставлять никакие ссылки Иначе мой Ютуб аккаунт будет заблокирован Ну что же, я думаю, что с этим мы в принципе разобрались Мы узнали, что данный симулятор Очень сжирает ваш процессор Он очень требовательный Теперь отвечу еще на один вопрос Откуда я беру различные моды Для данного симулятора И снимаю их, показываю вам видео Здесь нету ничего сверхъестественного Если у тебя игра стимовская То ты можешь просто зайти в мастерскую стим И подобрать себе нужный мод Также много модов мне сделал Мой мододел Дмитрий Тихомиров Кстати, ссылочку на него я оставлю в описании Множество видео снято с его модами Если тебе потребуется какой-то конкретно мод По терраформированной солнечной системе По терраформированным планетам Обращайтесь к нему Четвертый немаловажный вопрос Который часто мне пишут в комментариях Это как с помощью редактора планет Изменить поверхность планеты Терраформировать ее Либо нанести растительность Либо еще что-то такое Это все делается легко Просто в игре нажимаете на планету Жмете Shift и F2 одновременно И вот перед вами меню управления Панель Панель изменения планеты Да, конечно, если сильно углубиться То можно самому в самих файлах в игре Изменять и редактировать планеты Наносить карты Но здесь все намного проще Если ты хоть немножко знаешь английский То ты в принципе разберешься Скажу так, особо с этой Вернее, с этим редактором У тебя ничего не получится Но что-то поменять в составе планеты В составе ее поверхности ты сможешь Увеличить немного солнца Увеличить массу планеты Нанести на поверхность Траву или воду Сделать планету похожую на нашу планету Земля Но не более Я думаю, что данное видео я разобью на несколько частей Это будет первая часть В которой я рассказал о самых главных вопросах Которые мне задаете Это первое Что такое Space Engine Второе Системные требования Третье Откуда я беру моды Четвертое Редактор планет Надеюсь, в этой серии я ответил на все Немаловажные вопросы Которых сыпется очень много И обязательно Ждите вторую часть Которую скоро я Обязательно сниму Она уже находится в редакторе И в ней я отвечу на ваши дальнейшие вопросы Потому что следующие вопросы На которые я буду отвечать В них нужно долго копаться И тщательно разбирать И я вам все объясню А именно в следующем видео Я вам расскажу Про баги и ошибки Связанные с игрой Как я говорил в самом начале Если Space Engine не запускается Если влазит та или иная ошибка Что делать Мы обязательно с вами это все разберем Также мы пройдемся по всем настройкам Данного симулятора Так что если тебе понравилось Данное видео Пальчик вверх Подписка на канал Обязательно жми колокольчик Чтобы не пропускать Новые путешествия В мире Space Engine И помни, что космос и вселенная бесконечны И мы только начинаем Своё путешествие в нем Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok